Что касается иллюстраций. Иллюстрации надо ставить. Картинки, инфографику. Просто ставьте и все. Нечего тут говорить. Идем дальше. А пятое самое, наверное, интересное. Идея о том, что читатель всегда в порядке. Представьте себе статью «Как быть сильным, смелым, здоровым, красивым и успешным в 2019 году». Классная статья. Кликните на нее. У нее есть одна проблема. Маленькая, но довольно существенная. Статья, которая называется «Как быть сильным, успешным и классным в 2019 году», заголовком своим подразумевает, что те, кто на нее кликнули, а не кто? Не успешные, не крутые, не красивые, не молодцы или не в 2019 году. Это тонкость, но она очень хитрая. Она заставляет очень многих терять читателей или получать читателей, неправильно настроенных на вашу волну. Потому что мы говорим вот так правильно, будь молодцом, будь красавчиком, но мы исключаем, забываем тот момент, что люди могут чувствовать себя не очень молодцом и не очень красавчиком. Об этом есть один очень наглядный пример. Сейчас я склонюсь перед этим ноутом и его покажу. Какое-нибудь деловое издание делает вот такую штуку. Они говорят. Какое-нибудь про налоги издания. Они говорят такую штуку. Будьте внимательны при проверке документов. Там каких-нибудь, я не знаю, при проверке чего угодно. Но вроде нормальная фраза. Надо ли быть внимательным? Да, конечно, надо. Но что эта фраза подразумевает с точки зрения читателя, если он это читает? Что он изначально не очень внимательный. Чувствуете такое? Как бы легкий оттенок, когда мне такое говорят в статье. Будь внимателен. Да блин, я и так внимателен. И вот это ощущение, что ко мне относятся как к невнимательному, оно снижает вовлечение читателей и создает у них ощущение, что их тут не уважают и не любят. Как с этим быть? Нужно говорить. Первый вариант, который я для себя определил, он такой. Самые опытные бухгалтеры проверяют документы дважды. Например, один раз тогда-то, второй раз тогда-то. Это первый вариант того, как сделать, чтобы у читателя не было ощущения, что... Стой. Чтобы у него не было ощущения, что вот типа все, что его не уважают здесь. А второй вариант это сотрудники постараются подделать документы, чтобы там им что-то дали. Поэтому, если вы их не проверите дважды, и велика вероятность, что у вас там какой-нибудь фонд не примет их к вычету. Что это значит? Что мы показываем, что человек может допустить ошибку не потому, что он дурак, а потому, что его пытаются обмануть. И вот это встать на сторону другого человека, попытаться представить, в какой ситуации он может оказаться молодцом или не молодцом, и как бы подружиться с ним. Вот это очень тонкий момент, который сложно сразу с первого раза понять, но о нем нужно начать думать.